Сегодня у нас первое августе. А уже первое, разве? Да, ну, наверное, еще тридцать первое. Сколько? Нет, еще пока тридцать первое. Да, местное время 9 вечера, 31 июля. Да, в Барнауле уже первое августа. Приехали мы. Куда, брат, говори? В большую трещевку. Или малую трещевку? В большую. Мы ездили, ездили. Все трещевки объехали. Не все, только в одной. Кое-как нашли. Поздно уже. Слушай, а брат сказал, что мы подъехали? Нет. Как нет? Я не знаю. Он сказал, что они здесь живут. Калитка закрыта просто. Или посигналит. Может быть, откроет. Я пошел, там закрыто. По сигналит. По сигналит. Сос. Три коротких, три длинных. Три коротких. Здорово, котик. Здорово, котик. Здорово, крещение-то у вас прошло или нет еще? Нет, у нас мы здесь очень больны все. А на какой день договорились? Ой, пока еще ничего не договаривались. Не знаю ничего, пока ничего. Проходите. 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 Налево дверь. Налево дверь. Налево дверь. Он спит еще. Налево, налево. Заходите. Заходите. Давай. Он же даже не ожидает ничего и не ждет вас, наверное. Ну, верно. Сереж, тебе гости. Да. Подожди, подожди, сейчас я выключу. Почему? Он у меня что-то захворал. Ну, позвонит. Не могли, Сереж, не могли. Ну, вообще. Вот так вот. У него что-то ему плохо. Есть вот за температурю. Сейчас будем туда операцию делать. А я смотрю в окно. Где-то говорит, нам кто-то застрял. Я говорю, надо забыть хоть спросить. А ну, мы же поехали в ту трещовку. Там гнезда идти. Мы тут всех уже подняли. На бугор поднялись с той стороны. Мы сейчас чуть в малую не уехали. Это я хорошо. Хорошо, что, я сказал, сын парализован. Она женщина все-таки. Я слышал. И домик на этот показалось. А потом, одна женщина случайно. С той стороны нам показали. Мы отъехали здесь. Я говорю, вот нас не дает этот увидеться и все. А что же, а навигатора нет у вас-то? Есть. Так мы в трещовку и приехали. Ты знаешь, что большая трещовка? Я-то помню, что трещовка. А там на карте и большая и малая есть, да? Там три. Там и большая и малая. Три даже. Три. А я не знал. Нет, на карте, на навигаторе только трещовка одна. А там же садоводческая трещовка. Там и чисто так. А я тебе в моем мире пишу, пишу, думаю, ну ты появяешься. У меня интернета нет. Интернета вообще никакой. Да, Александр сегодня писал, что интернета вообще нет. Я пытаюсь выйти, а он крутит-крутит и не могу зайти на страницу никуда. Что ты тогда решишься приправить? Ну, а чё ж мы? У тебя все на здоровом сликали. Мы сами кое-как поскрипываем, да ничего. Слава тебе Господи. Все, работа к завершению. Мы уже поехали туда, на Алтай. Мы заскочили на часок тебя попроведать. Ну что, вы сегодня идете? Сейчас, да, поедем еще. Да уже устали. Ну, мы в Мурман съездили, приехали там четыре градуса тепла. Замерзли. Братья ходили, там фотографировались на фоне. Потом всю Карелию объехали. Нигде не остановиться, кругом болото. Не сварить ничего. И вот на заправках ночевали. Так это. Потом поехали с Карелией. Мы поехали, что на Санкт-Петербург. Потом... Там все объездили. Потом на Смоленщине, на Брянщине. Ну, круг. Это тоже. Ну вот. Это мы были... Да, и пёс тот же пристегнутый у газа не сидит. А это хозяина вот Серёжа. На улице что-то есть. А мы на улице его провязали. Да. К машине, к колесу. Правильно. И как у вас получается? Книги принимают как? Книги принимают, но в основном мешают священнике и прокуратуру. Куда ни там, князь. Священник оккупирует все библиотеки. Он приходит, все государственные даже библиотеки. Ну, от нас уже не говорят библиотеки. Не принимать библиотеки наше богословление. Мы им говорим, посмотрите книги. Что в этих книгах есть такого, что нельзя? Нам даже лучше. Показываем о книгах, все. Беседуем. Ничего не говорят. А некоторые, знаешь, батюшки. Один как этот, мы заехали. А он как нас увидел, как это. Его как будто сатана подхватил. Вон. Он раз такой. Нет, 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 не уходите, уходите. Все, все, уходите от нас. А один сначала прям принял коробки в дом. Ты про этого рассказываешь, что? Не, не. На второй этаж мы поднимались, когда маршка вышла там. Мы книги в дом привезли, но он нас чуть ли с лестницы не спустил. А есть такие вот расположенные, понимающие и знают, что действительно там что написано. Они с таким вот, особенно вот последний батюшка, да, вот нам, который, где мы его встретили, восстанавливает храм, огромнейший храм. И он с таким это, ну, расположением и все, две коробки взял и поговорил с нами. Он говорит, я помолюсь за вас там. Мы ему еще причислили, за кого еще помолиться. Вот видно, что человек расположен и то, что не боится, то, что написано в этой книгах. Там же Игнат Тихонович не от ненависти пишет, а от любви, чтобы спаслись они, чтобы исправили вот это то, что происходит. А вот все в штыки воспринимают. А брат ходил за ней столько. Тут же они сразу раз в интернет проверили и ролик смотреть на этих Игнат Тихонович. Смотри, он мажет, несите, несите. Это единственное место, когда люди сошли сразу в интернет и сразу на YouTube попали на канал. А то начинают, то печать крест не такой, то что-то там всякие. И вот пока они напишут, что вот московский патриархат благословил к изданию. Без этих не принимают. С какого-то года. Потом нам дали список именно авторов лжеправославных, которые изымались из православных библиотек. Чего уж там у них-то. Вот про Игнат Тихоновича вообще не в одних списках. Ну, в целом, в целом, радушно. Ну, в общем-то знают его. Его по стране-то уже знают практически все. Ну, нет. Не знают? Нет. Единственный священник, который мне ответил, я Лапкина знаю и нам не надо. А, мы заходим, такой батюшка вальяжный. На кладбище собрался ехать. Пальчики пухленькие. Ну, вот, вот, принц. Мы говорим, батюшка так и так вот книги придал. А кто автор? Лапкин. О, Лапкин. Не надо. Все, все, все. И вот таки в этом. Так, а мы говорим, а что там только? Все, 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 все. Даже вот никто не пытается поговорить. Вот никто не пытается разговаривать. Сразу раз. Все. И, ну, прокуратура может и правильно, но кому бы не заходили, вот зато мы, город Орел был против того, что мы привезли, мы сразу поняли. Но мы туда ее столько там оставили. Это не в одном городе столько не ставили. Хотя, приехали в патриархию, патриархия там сразу. Нет, они, они не против были. Они без владыки, без благословения не примены. Ну, получились так, что силу. И такой стопор. Потом они нас все-таки, книги им и охота было. И, и боятся. Он говорит, вы все-таки езжайте в храм. Мы в храм поехали. Там два ящика сразу. Там два ящика сразу взяли, нам печать поставили, что они приняли. Мы обратно в епархию, а там женщины. Они нам сказали, что мы, мы-то кто такие, мы ничего не понимаем. Вот если там примут, то мы, это, я туда в епархию. Вот у нас приняли. Поставьте нам епархиальную печать, чтобы нам отдать в городскую библиотеку. Та опять звонит секретарю. Секретарь, нет. Мы потом поехали в городскую. Там взяли. Там все-таки. Я тебе скидывал то, что вот я делал обзор этих библиотек. Эти скидывал. Нет. Может и скидывал бы я. Я 12 библиотек обзвонил. Он именно этих взял, этот список-то. Я не знаю, сколько он там дал библиотек. И вот еще насчет Воронежа, там будет, там у нас не приняли, а у нас в Воронеже приняли только трехтомник. И там прямо написано православная библиотека. Впервые я увидел, что на Воронеже на храме написано крупными буквами православная библиотека. И там у нас взяли трехтомник Нового Завета. И для слова Божьего не туз, а открытым оком сказал, я не буду брать, я не знаю, что это такое. А сегодня зашли в храм, и я думал, у креста бы мечей не хватило, чтобы там все. Мы заходим, это Серафима Саровского праздника, как раз заходим в этот храм. А это подворье, там монастырь. Это недалеко от вас здесь. Там рынок целый, да? И вот, да, только заходишь, с левой стороны начинается вот этот рынок. С поворотом туда. И вот, такое безладвичие монахов даже, вот. Ну, во-первых, он подошел к нам, у него ряса вот так вот расстегнутая, подвернутая вниз, как у десантника. И давай нам говорить про Дальний Восток, про китайцев, то, сего. Я говорю, а что на проповеди? А на проповеди что? Про уек, как она? Уек. Кат-уек. Потом про печать вот эту шесть. Я говорю, да лет двадцать уже говорят. Я говорю, а живая-то проповедь есть? Нету. Второй монах подходит. Есть, есть и есть. Я говорю, да какая живая-то проповедь? О чем? Ни о чем. Вот о болезнях, вот о всем, о всем. О Христе-то не говорят, о спасении не говорят. Ну, говорит, что уметь надо сказать. Говорите? Да когда идем, идем в днем, в конце уже раз. Во-первых, я зашел на территорию, мне плакать охота было. Там половина пришли, как на пляж. То есть, я не обсуждаю, но это дико смотреть, когда люди приходят в святое место в таком одеянии. А в конце завершения с братом идем кафе напротив, прямо с западных ворот храма. Заходи, пожалуйста. Я думаю, ну все стащили, все что можно, все стащили уже к храму. У нас в Воронеже, не знаю где еще, как строят. Но у нас с каждым центром торговым рядышком пристраивают храм. А мы видели. Мы сейчас по новостройкам ехали, дома красивые такие, коричневые, с этим. Храм торговый строится. Прям рядом, вплотную. Да. Ну правильно, там копеечек поплотят. Да. И очень похоже, что вот эти магазины, что ритуальные услуги всякие. А еще нам не видят, что мы православные. Подхожу ко мне, она говорит, а вы кто баптисты? Я говорю, почему баптисты? Православные говорят, не дают же книги. Абхак не дают. Где дают книги? Все удивляются, что мы бесплатные. В воскресенье говорят. И в то, и в это воскресенье говорят. Вообще закисли сидим дома все. Но вы не похожи. Я говорю, а чем вы не похожи? У вас внешний вид такой. Я говорю, а вы что, баптисты с бородами видали? Ой, ну баптисты, ладно. Я говорю, сектанты с бородами видали, там еще что-то. И книги, вот ходили бы сектанты и дарили православные книги. И вангелии, там, к истинному православию. С крестовым православным. Так что ли? Да, сейчас всякие мастерные. Всякие-всякие. Ответ был. Сергей сегодня. Бабушка, встанет, подвозим. Он говорит, бабушка, вы верующая. А она говорит, как она ответила? Я не знаю, как сказать. А, да, не знаю, как сказать. Ну, не знаю даже. Вот так вот. Это у меня батюшка недавно, на прошлой неделе был. И он рассказывал. Пришли ко мне две крестницы молодые. Девушки молодые такие. И он у них спрашивает, ну вы верите, что душа от бессмерта? А они говорят, ну это как посмотреть. Это кровать привезли оттуда? Это, в городе. Сергей, у вас с крещением отложили вы пока? Как дела? У нас на 17-е попало. А я заболел на 18-е. Он переболел. Я заболел сильно. Скорее не знаю. Вот мне сразу. А найди не можем. Я сразу. Да, если бы он ролики не смотрел, может быть. Я сразу в ролике увидел. Это вот то место. Вот сразу увидел. И вот тот зеленый домик, который когда снимали. Там вот дальше проезжали. Да, как только заезжаешь. Да. И раз. И тут потерялось все. А кто этот ролик снимал-то, Сергей? А это ребят поборгали, которые привозили. Которые тебя привозили, да? Угу. Как ты планируешь-то сейчас? Как выздоровеешь? Не знаю, как родители решат что-то. Моя ценность тут не главное. Ну как, твоя же была воля изъявления. Сюда приехать. Ну, как воля изъявления. Она, матушка, понимаешь, она рвется сюда. Ей же нравится все. Да, защищена земля. В принципе. И в несколькой разности лежать все там, что тут. Меня кинули. А одно с одним не совпадает. Видишь? Все хорошо. Разница, если интернет есть. Зато работают. Конечно, там-то тебе лучше бы лежало с интернетом, чем здесь, наверное. Из интернета-то тебе... Оно же работа и общение с людьми, людей. Сколько уже знакомых таких наших пишут и звонят. Люди и все. Вроде как все это оставить, от всего этого отвернуться. Оно же... Оно сейчас не то, что икона. Ну, есть у меня проповедь в иконах, допустим. Вот я икона, да? Ага. Ну, мне-то еще охота рассказать о Христе-то людям. Ну, да. А ты же фильм хотел снимать же, да? Да, мы снимаем фильм. Уже снимаете? А фильм еще к завершению не идет? Там... Ну, снимали много уже, но это самое... По сути, сняли много, а выбрать мало чем можно. Ага. Да, вот я хотел крещение снять, как креститься. Крестилился бы я тут в этом что-нибудь. Ну, потом в Иерусалим я хотел отправить икону. Там в монастыре в одном мне икону заказали. Вот. И я там хочу, там уже договорился с этим... С оператором. Вот. И они как бы сопровождать будут икону эту по дороге и снимать, как это будут получать, там, этому монаху эту икону. Ну, вот такое все. Угу. Угу. Ну, слушай, такое ощущение. Вот, Иерусалим, как будто я сто лет уже знаю. И вроде был я здесь. И так и общались. Ну, и так сколько уже? Ну, да. Два года. Ну, так... Вон они, двенадцать человек приехали в Потеряевка, как будто все уже... Чего он не спросил. Он знает, что он не спросил. Он знает, какая... Да. У нас было двенадцать. Двенадцать. Крестились. Как двенадцать апостолов. Я говорю, хорошо, что иют среди нас нет. Он же после того, как Матвеев же был апостолом. Да. Давно столько не крестилось. А? Давно столько в Потеряевке не крестилось. Да. Да, урожайные. Так а сколько Илья Тихонович отказал еще? Многим же отказали. А комары там все стоят, да? А там комаров особо нет. Как нас... Когда вчера... Вот в эту ночь. Вот в эту ночь. Вот это они нам дали. Ой-ой-ой. Ну, а что же надо брать с собой эти... Антикомаринки вот эти. А мы спим по-троем в машине. Я на переднем сиденье. Только ручник опущу, шинель запихаю и так сплю. Брат на заднем сиденье. А Сергей на полу спит. Брат Александр. А он сзади. Валерий. Ураган. Собаки камни. Ураган. Ураган, поднимись. Он спит. А ураган колеса. Под машинкой. Брат, спальники. Постель это есть? Молодчуша, он палатку может быть. А где? Там ездили, там везде болото. Один раз только он поставил палатку, когда мы ехали еще... По Алтаю. По Алтаю. Я взял палатку. Сухо было и все. А потом это все болото, дожди, болото, дожди. А, брат, сейчас на обочине останавливается страшно. Вот. Почему? Грязь такая, стекло. Грязь, стекло, всякая льда там. Я в ночи живу, ночи не видно. И мы это... Ну, мы как-то уже общились с троем. Спим. Сколько вы по времени-то едете уже? Мы с тринадцатого числа. Мне кажется, мы едем, едем, едем уже. С тринадцатого, не выключая. Ну, больше двух недель уже. Так мы накатали, знаешь, сколько уже? Сколько они по Европе не накатывали? Мы прокатили уже... Ну, тысяч четырнадцать, да, уже? Угу. Василий, не больше. А еще не возвращались. Еще четыре с копейками. У нас еще двадцать комплектов. Ну, все, забрали. Я тут все забрали. Все в контейнер подобрали. Володя говорит, давай вычистим, сожгем это вулан и все убьем. Нет, не надо, я все-все. Хороший человек, помог так здорово все. И встречал нас, и мы позвоним, он воду включит. Мы приедем, покупаем все там со стынем. Поедим... А у него жена получила квартиру в Москве. А он тут с козами, поросятами, козлятами там. Брат вот с козлом фотографировался. А поросята такие маленькие черники. На козлах света, да? Виндамс. Ну что, брат, поедем? Поедем с Богом. Было очень приятно с вами познакомиться. Игнать Тихонович сказал, что там, смотрите, чтобы это... Все было, чтобы у Владимира ничто не осталось на нас. Нет, нет, нет. Да. А что значит? Ничего не осталось? Не, ну чтобы мы как-то вот... Благодарны мне за то, что... А, плохого что ли? Да разве от вас может что-то плохое остаться вообще? Да, что вот... Столько нам помог, вот... Столько книги хранить, столько... Он всегда молится, да. И так вспоминает. И Дмитрия вспоминает всегда. Да. Ну да. Свадьбу, наверное. Свадьбу, да. Свадьбу, да. Да. И вот так у нас... Ну ведь это... Оперативненько все. Да. Никогда, говорит, такой свадьбы еще в Потерявке не было. И народу много было. Это... Едем, ну... Питаем. А брат тут три дня поститься, то есть... День поститься все. А еще как-то... Я-то мясо не ем, теперь они мясо не едят. Мы едем все. Сами они... Не хотят тоже что-то... Рыбку кушаем, так... Сырок... Мы его в мясоеды не смогли перевырбовать, так он у нас. Первый день они котлеты... Вот такие вот ели. Мама доложила Сергею. Большие котлеты. Вот они довольны, сын и мы. Ну, у сына тех, с чем особо котлет не поедет. Ну... То, что мы с ним ездили, и что сейчас без него, это... Две большие разницы. Это они когда были у меня на следующий день. Я их Матушка зовет, идите податку. Я... Виктор... Да не, мы не можем без благословения. Что случается? Мы не можем. Во... Не, мы тоже Бога благословения просим. Не, на них, Владимир Владимирович, у Него благословится на завтра. Только они приехали, как живые ночи. Не, мы... Мне даже стыдно, я думаю, что я сейчас с поиской приеду. Вот утром поедим, и чайку попьем, и до темноты. В темноту уже покушаем и спать. Потому что... Ну, хорошо, что хоть жарит, а позорит. Да и жарко было вот немного. Потому что... Вот здесь-то еще более-менее плотно было по второму, когда ездить. А по-первых, там расстояния большие. Едем. Надо же там оставить, там оставить, там оставить. И расстояния чуть большие. И не получалось, чтобы пообедать. Надо быстрее проехать. И вот мы проезжали. Да еще холодно. И они, честно говоря, остановиться. А там же дороги все ремонтируют. Они вот такие вот там. Эти светофоры. Стоим, ждем там. О! Живут... О, Игнарь Тихонович, свернут даже с моим. Видел? Живут как кошка с собакой. Нет. Я не пойму, где она будет. Да, да, да. Приезжаю в милицию. Завел он к себе его видать в дом. А вы не террористы? Вы не терроризируете? У вас, говорит, оружие... А одна меня даже это... Принимает книгу и такая... А у вас там оружия на дне нету? Коробка книги. Вы не террористы? Я говорю, нет. У нас только наркотики. Говорю, оружие мы не терроризируем. Есть люди настолько приветливые, вот... Вот легкие люди, знаешь, вот... И разговаривают хорошо, и слушают так вот. И брат им рассказывает о книгах. Я тут помогаю ему рассказывать. Но... Правда, не снимали. Потому что как-то все быстро происходило. Но есть, вот... Знаешь, как это... Вот, ему формальность нужна. Не важно, что в книге. Смысл какой книги. Что заключено в книге. Что книга это может людям дать, или человеку почитавшему. Формальность. Исполненная формальность. Есть благословение, или нет благословения. Ну... Прочтите эту книгу там. Посмотрите. Ее можно вот так пролистать быстренько, и посмотреть смысл книги. Взять и разделить вот в руках на шесть. И прочитать каждый вопрос. И увидишь, что там все библейский формат. Сильно напуганы люди. Друг-друга боятся. Боятся потерять работу. Вот в библиотеках таких. Я вон... Ну, у меня батюшка причащает, который... Я говорю, батюшка это... В храм приедет к вам... Ну... Репортеры... С этим... Как они называют... Глава не работает совсем. Оператор и журналист приедут, и возьмут у вас интервью там. Вот. Да нет. И что? Мне надо в патриархию, надо благословение, все это перемешать. Да, да. А и все из-за чего? А потому что нападки идут. А ну, действительно, посмотри, сейчас что только не творится. Мама дорогая, уже вот эта желтая пресса, как она... Эту... Этих православных наших, как они только уже не опустили. Уже... Уже у людей четко в долг ко мне один заходит, говорит, ты знаешь, я вчера батюшку видел, не такие уж они, говорит, богатые. Ботинки у него какие-то бедненькие, машиненка разбитенькая. А у него твердо, четко было, как бы, ну, стереотип такой, что это богатые люди все. Он даже удивился как это. Ну вот, чем богаче храма, тем, конечно, сложнее договариваться. А вот, последним с священником разговаривал, который к нему взял, к нему 170 человек приходит. Он раньше приходил вообще маленький. Говорит, сейчас было 170 человек. Ну, он очень простой человек, да, сам по себе. Он даже вообще не простой. Его деяние простое. Он такой простой был. Он сказал, как в армии, обратился, вот, на помире служил, как ему друг, потом, куда он в Красноярск сказал, приезжай к нам в семинарии, да? Да, в Красноярск. Поехал туда, закончил семинарию, ну, уже, так скажем, далеко за 40. Пока не забыл, в одном храме увидел парты, то есть храм, алтарь и парты. Прям в храме. Левая сторона. Я прям сфотографировался. У них там занятия проходят. Красиво уже сделано так. Порт такой, ну... Компьютер стоит, библиотека тут же. Раз один храм видели вообще без царских врат. Это апостольский. Как вот старинный, у меня тоже это очень... Ну, тысяча... Так и храм 12-го века. 12-го века. Служба, служба? Конечно, понасмотрелись на храмы. 12-го, 18-го. А вы в курсе, что в этом Ульяновске произошло? Нет. Тебе Александр не писал? Нет. Он же участвовал там. Короче, благочинного Казанской епархии на Ульяновск поставили. А он же замешан там. Ну да. Вокруг него эти слухи про Содомею там обвинил его. Кураев. Кураев на суд вызывает, говорит, приходите на суд, у меня свидетели есть, я все. И они эти Ульяновские... там, я не знаю, около двухсот человек как вышли, и Анаксиус его, он идет, но в храм заходит, прикрылся иконой Казанской, вот так, и идет в этот храм, а они стоят там, у человека 200 их казаки охраняют, но как там удержать, они за ним как ринулись. Анаксиус ему прям вслед, анаксиус не достоин, не достоин, прям кричат ему. Кураев его обвинил в Содомею. Он не обвинил, он предложил ему. Да как там, есть люди, которые хотят на суд меня, давайте сделайте церковный суд, и мы пойдем на суд, и все, с доказательствами все вам предъявим. То есть, что это... А, Кураев, говорит, вы меня судите, да? Да, ну если вы мне не верите, то пригласите на суд, а я приведу с собой... Обречите меня, что я неверно говорю, истолковый то, что произошло. они в Содомею обличают... Там же сказано, что священника при двух или трех свидетелях, он говорит, у меня свидетели есть, они отказываются на этот суд, да? А казахи его... Они, они покрывают все это, они об этом не... Ну, они ссылаются на то, что Кураев там, он злодей, и все такое, хотя церковь разрушит нашу православную. Раскольник. Раскольник. Понимаешь, а конкретных ответов не дают? Конечно, их и надо раскалывать, садомитов откалывать, и все. А у них получилось, я не знаю, что это... А в интернете снимал кто-то это, выставлял? Да это все, там и Александр попал, Довсенко, который там... В кадр? И они человек двести, я не знаю, прям идут за ним, и казаки сдерживают, там казаки человек десять может было. А казаки хотели его, наверное, палками... Вот это уже, сами раскалывают, сами раскалывают, людей, по ту и по эту сторону. Ну, разве у человека нет, вот, самоосознание того, что произошло, и в чем он замешан, там, если Кураев говорит, ну, как хватает совести, само по-другому, еще к этому идти? Вот, где здесь вот грань-то? Грань-то должна быть какая-то? Ну, люди будут сожжены в совести своей Бога, их предал медленности. Да, и люди себе будут позволять такое, услышав такое, скажут, что, если ему дозвонят, то и мне дозвонят. Понимаешь, на Западе это и произошло, как правильно брать в церковь. Брата другая, и вера другая. Церковь венчает браки однополые, что ты хочешь? Ну, брат, а в одном монастыре нас хорошо приняли, и накормили, но... У меня есть, как и есть, я так и говорил, а в одном монастыре нас, вообще, батюшка, такое, общительное, и накормили нас, и это, посадили, и мы заехали туда, на территорию, и он книги взял, и посмотрел, сказал, вот первый, кто сказал, говорит, а, нет, второй, низкий поклон, автору. А заехали, там, при въезде, далеко, метров за двести, шлагбаум, тяжеленный, шлагбаум убрали, потом при въезде в ворота, ворота такие, железные тоже, открыли, заехали на территорию. Заезжаем в один храм, утром, рано, вечером, батюшка, где? А он ходит, и курит по... Я говорю, ты что делаешь-то? Нельзя же. А, охранник ходит. А он ходит, по граммаму, по граммаму, по граммаму, по граммаму, по граммаму, по граммаму, телефон батюшка, а я говорит, его не знаю. А я его не знаю. Много монастырей объехали. Много разговаривали тоже там, но... Много красоты архитектурной. И в древние храмы, до того красиво их строили. И люди ходят туда просто на экскурсию. На экскурсии. В некоторых монастырях женщина прямо на входе стоит в короб, написано, юбки, платки. Они заходят, юбку одели, платок накинули, пошли. На выходе все сняли, и пошла дальше. В штанах, волосы. А чем мы еще увидели там нас? По фотографии-то. Убедительная просьба, кто фотографирует, скидывает деньги. Деньги положите в кружку. Либо фотографирует вам. Либо камень. Да. Меня тоже там с аппаратом выглядели. Вы хоть снимали все? Фотографировали? Нет, нет. В монастыре брат звонит, говорит, примите у нас дар книги алтайского проповедника, миссионера Игнатия Лапкина. А она говорит, они у нас не продадутся. В монастыре. Это не для продажи. Мы жертвы на библиотеке, чтобы люди читали, понимали. Нет, нам такие не надо. Эти не продадутся. Ну, один случай был, говорит, ну вот мы вас примем, ну а если вдруг они нам не понадобятся, можем мы их куда-то девать? Раздать? Раздать. Монахам? Нет. А почему они должны куда-то у вас деваться? Ну, и не приняли. Ну, вернее, я не отдам. Они, кстати, правило, престолы, как я могу разграждать его, эти, на притворные, на всех. Харюша! Опять! Харюша! Я же говорю. А я говорю, я счастливый человек, я всего этого не вижу. Притворство. Я бы, знаешь, я бы не удержался, я бы говорил бы, прям голодой говорил, срывал бы эти, вот эти вот ценники. А долго не придется срывать? А зачем мне Господь побуждает к этому? Я не могу. Не-не-не. Тут, тут ходит кипо охранников. Сразу. Кипо охранников. За Христа пострадать чем-то. Ну, не садешь, потому что за стеклом все. Там все красиво. Красочки можно накрасить. Нет. Артли. По-целу. По-целулим. По-целу. Франко-целу. агоро, выявляйте свой verdade認озный урок. в Estados internationale –